Впервые за 20 лет для Украины это судно стало возможностью исследовать практически любую точку Мирового океана. Этнический британец должен помочь нашим полярникам в этом деле. Прямо над нами – это кормовая лоббитка, которая позволяет проводить исследования и опускать приборы на глубину 7800 метров. То есть нам доступно десь плюс-минус 90% на океан. До этого момента у нас такой возможности просто не было. То есть что мы можем делать? Мы можем делать гдеофизические исследования, сейсмические исследования. Конечно, мы можем делать величезную количество биологических исследований, химических исследований, исследований связанные с изменением климата. Научное судно приобрели за 5 миллионов долларов. И по словам полярников, это сравнительно небольшая сумма за те возможности, которые открывает украинская ноосфера. В 8 лабораториях одновременно могут работать около 30 ученых. Среди самых простых приборов для исследований в первую очередь нам показали дно-очерпатель. Оно используется больше 100 лет. И, скажем так, да, вона очень проста. Зараз приборы выглядят набагато более наворочені, складные, но идея та же самая. То есть это выбор донных отходов и потом их анализ. Вот этот прибор, ну это уже, знаете, простейше нема куда, но, тем не менее, это робе. Это так называемый диск секи, власно кажучи придуманный итальянским исследователем секи, в чём идея была, как померять прозорность води. Очень просто. Мы беремо этот диск, опускаемо и смотрим, как его видно. Те, кто называет «ситка джедаев», то насправді ситка джедді, в том же таки дослідник джедді, придумав. Почему прикол? Что все эти ситки, они имеют стандартный диаметр и, соответственно, стандартную площадку. Вода вытекает, а вся живность стекает вот сюда, вот в стакан, из которого мы потом можем всю эту концентрованную живность залить и уже проанализовать. Это трёхки более сложный аппарат. Он называется «батометр». Значит, в чём его особенность, что вот эти вот контейнеры, каждый, открывается на певной затанной глубине. То есть, мы напустили на 100 метров, открыли один контейнер, набрали туда пробу водички, он закрылся, потом подняли на 50 метров, открыли, набрали водички, закрыли тут на 25 метров, например, на 10. На разных глубинах у нас разная температура, у нас разная количество ультрафиолетов, у нас могут быть течи в разные стороны. И, соответственно, мы можем зрозуміти в данной конкретной точке, что на разных глубинах у нас происходит. Самые простые приборы учёные-полярники без труда изготавливают самостоятельно. Более сложное оборудование покупают у европейских коллег. Двигаемся к мостику над кормой. Отсюда лебёдкой можно управлять при помощи пульта. У нас есть схема, где камера расположена, и мы можем полностью контролировать процесс работы с лебёдками. Это, собственно говоря, консоль керувания камерами, это консоль керувания лебёдками. Если нам так очень сильно приспичило работать прямо с палубы, то у нас есть вот такой вот геймпад. Дальше по длинному коридору направляемся к офицерской столовой. Техника и некоторые принадлежности остались нашим полярникам в наследство от британцев. Традицию с именными салфетками, их ещё можно увидеть при входе в столовую, украинцы планируют сохранить. Британцы побудовали собі новий кригалам, сэр Аттенбора, очень дорогий, 200 миллионов пунктов. И, соответственно, они туда переносили звідси обладнание, устаткование и так далее. Тут висел портрет величности королеви Елизаветы II, они его забрали, перенесли там, повисли. А потом один из старших членов команды говорит, нет, слушайте, это неправильно. Это место для портрета королеви Елизаветы. И портрет тут будет. И он наклеивает шумарочку. Так что тут у нас королева Елизавета завжди с нами присутня. Среди удобств офицерская кают-компания, несколько прачечных, сауна и в ближайшем будущем спортзал. Следующий по курсу капитанский мостик с радарной системой и связью с машинным отделением. Здесь количество кнопок, на которые очень хочется нажать, увеличивается в несколько раз. Карты, панели, различные приборы, по словам украинских ученых, достались нам в хорошем состоянии. На момент постройки это судно входило в топ-3 лучших научных судов мира. И несмотря на то, что прошло уже 30 лет, оно все еще входит в 20-ку. Это как раз в другую чергу Креголар, а в первую чергу это, можно сказать, плавучий науково-дослідный институт. При экипаже 27 моряков на борт одночасно может быть взято до 50 науковцев. Это означает, что может одночасно працювать группа и морских биологов, и морских геологов, и физики, которые изучаются в водной течении, и метеорологи, и климатологи. То есть можно в одних экспедициях делать комплексные исследования фактически всего, что связано с океаном. Хотелось бы сказать, что мы не мали такого в руках последние 20 лет, но это будет неправда. Мы уже не стихи потужного инструмента, мы не мали в руках еще никогда. Но даже науково-дослідный институт флот, который нам дістався и, на жаль, был уничтожен вместо рационального использования, но весь этот институт был на поколение старше, чем это судно, и технологично намного больше не стало. Науково-дослідных суден такого класса загалом не много, десь порядка двоих десятков в свете, но из них еще и с функцией Креголама в межах одной руки можно проработать. Крегу завтовшки до одного метра воно долает в штатном режиме, то просто проходить. А за необхідности можно пробыть до трех-четырех метров. К первой экспедиции на этом судне под сине-желтым флагом полностью готов пока единственный член экипажа. Старший механик Андрис работал на Джеймс-Кларк-Россе около шести лет и остался на ледоколе после его продажи. Меня попросили опять сюда вернуться, именно помочь вашим соотечественникам, да, именно, как это, в транзите, скажем, да, между англичанами, да, и Украиной, да, чтобы все это плавненько пришло. Соответственно, у меня есть опыт, у меня есть знание парохода. Я просто помогу вам, да, не потерять то, сейчас слово придумаю, ту репутацию, да, которую купили вместе с пароходом, да, потому что пароход, действительно, репутация в кругах ученых обалденная, да, потому что пароход, действительно, делал очень много. Ну, для кальмариков, да, и всех тех. Я знаю, что у судовладельцев у нового Украины огромные планы о модернизации, да, парохода, да, поэтому я думаю, вот ему сейчас 30 лет, вы видите, да, он в совсем неплохом состоянии, даже в очень хорошем до своих лет, вот. Новые судовладельцы будут пытаться, да, вкладывать денежки, модернизировать, и дальше, да, и, соответственно, еще не один десяток летом прослужит, может, все вы еще покатаетесь. Это, то, что вы видите зреете, в данный момент, это машинное отделение, как раз дизель-генератор, да, у нас их четыре. Два больших, да, 8-цилиндровых по 3200 киловатт, да, и два малыша, вот один вы видите там, второй с правого борта, да, еще два дизель-генератора по 1000 киловатт каждый, да. Обычно, когда пароход в транзите, то есть пароход идет куда-то, да, хватает одного большого, одного маленького дизель-генератора, который, если вы знаете, что это вообще электроход, да, дизель-генераторы вырабатывают ток, который в свое время, в свою очередь, ток у нас приводит во вращение электромотор, который через вал приводит во вращение наш грибной винт, да, поэтому это электро. Так мы назовем, да, потому что обычно большой и маленький двигатель в работе, когда мы во льдах, то есть, когда нужно кучу-кучу мощности, да, чтобы либо ломиться через льды, либо, не знаю, просто показать, какие мы крутые, как мы можем, да, потому что мы крыгалом, да, вот, тогда все четыре дизель-генератора в работе. Здесь очень шумно, очень тепло, зато у нас куча электроэнергии, куча сил, и пароходик ломит лед вообще без проблем. По словам механика, ледокол развивает скорость до 12 узлов, что-то около 22 километров в час, а в холодной воде скорость может достигать 17 узлов. В каютах и на мостике движение ледокола почти не ощущается. Конкретно управление, то есть, и рулем, да, и винтом машины происходит, конечно же, с мостика, да, этим занимаются наши штурманы, да, то есть, они управляют судном, да, мы механики, мы им предоставляем возможность, да, это делать, да, вот, поэтому, да, вот так называемый телеграф, вы, наверное, если вы были на мостике, там точно такой же телеграф стоит, да, вот это вот все, что вы видите вокруг, вот это вот все, это просто, как сказать, кнопочки. Да, рубильнички, да, выключатель, переключатель именно всей машинерии, которая в машине, да, по машинам у нас целых три, да, три отдельных машинных отделения, да, которые просто напичканы всяко-разная, да, оснастка, я не знаю, как это по-русски сказать, параллельно вот такому пульту, который, в принципе, есть на каждом пароходе, да, корабле или судне, да, есть у нас и автоматика, которая за вами, там вот эти все мониторчики тоже, которые все это сделают, опять же, автоматическом режиме, путем нажатия кнопочки, да, не совсем так просто, но, в принципе, да, для людей, да, не судоходных, это именно выглядит так, мы здесь просто сидим, кнопочкой нажимаем, все остальное, плюс, вы сами по себе, чтобы не было так, как по старинке, когда в машинном отделении было там 500 человек, и каждый отвечал за какой-то конкретный клапан, да, здесь нет, за все, за это отвечает автоматика, то есть, поэтому на машинном отделении хватает четырех, в принципе, механика, да, которые вот с помощью автоматики следят за всем. Украине ледокол достался без научного оборудования, все помещения для его хранения временно пустуют. Смонтировать и купить необходимую для исследования аппаратуру предстоит в ближайшие несколько месяцев. Китайская антарктическая экспедиция, она очень мощная, у них четыре станции, и все эти четыре станции обслуживают один криголам с гордой названием «Крижаный дракон», или «Снеговый дракон», я не помню точно, «Крижаный», здаясь, и так вот, этот «Крижаный дракон» был побудован в Херсоне в 1993-м году и проданный в Китай по цене металу, а там, бачите, до металу додали еще трошки работы и грошей, и в результате он еще служит. Тому, насправді, я верю, что наш суд будет на галузу, будет отновлено. Прямо зараз, будем мы відвертимы, прямо зараз мы не здатны такую машину забрати. От, нема зараз жодного предприятия в Украине, але, якщо зараз підуть оборонні замовлення, от, по такому принципу, як, наприклад, зараз в Туреччине и Британії, що перші суд на серії збираются в Туреччине и Британії, але далі має бути локалізація виробництва в Украине, от, то в таком разі, я гадаю, що от, на заміну уже цій машине, от, вона пропрацює, ми ставимо мінімальну планку 20 років. Але, в принципі, є шанс, що от і зараз 30, от, в принципі, ще до 30 може і пропрацювати. Але, в принципі, ми ставимо 20. Рівно одне покоління дослідників матові можливості. Коли-то бувший флагман Британської антарктическої служби положив начало експедиції українців. В 96-м году именно це судно, по интересному стеченню обстоятельств, доставило наших полярників на станцію Фарадей, ныне академик Вернадський. По словам специалистів, вже с января следующего року наші українці почнут нову історію изучення Антарктиды. Дякую за перегляд!